Всем привет! Я Лёша, сильные новости, рубрика. Короче, поехали! В сентябре гомельские водители 816 раз нарушили ПДД на Советской. Об этом говорят данные мониторинга видеокамер. Это чуть меньше, чем в августе. Тогда зафиксировали 983 нарушения. Чаще всего водители игнорировали дорожные знаки, 420 случаев. На втором месте любители проскочить на красные 323. И еще 50 водителей не пропустили пешеходов. Угнал микроавтобус, разбил его и вернул на место. Вот такая история произошла в сентябре в Добружском районе. Молодой человек отдыхал у своего знакомого. В 2 часа ночи вышел освежиться, увидел бус. Ключи были в нем. Он решил покататься. Правда, получилось так себе. Он зацепил несколько легковушек, помял и сам бус, после чего вернул его на место. На утро хозяин машины удивился, в каком состоянии она находится, и обратился в милицию. Нашли угонщика довольно быстро, он даже не успел протрезветь. Возбуждено уголовное дело за угон. Кто хочет поработать с Дедом Морозом в Беловежской пуще? Обещают, от 1000 рублей. На сайте нацпарка появилась вакансия культуролог, он же Дед Мороз. Кандидат должен иметь среднее или высшее образование и опыт работы по специальности не менее двух лет. Также главный Дед Мороз страны может поселиться в общежитии. Правда, жить он там должен круглый год. А вот Снегурочка потянется только к новогодним праздникам.